Благодарим Тебя, Тебя, что Ты даруешь нам сейчас возможность собираться вновь здесь, на этой площадке, принимать от Тебя, Господи, новые знания, благословения, наполняться им. Прошу Тебя, мой Бог, будь среди нас, благослови технические возможности, чтобы не было никаких помех, чтобы мы могли кладоторно поработать. Благослови нашего педагога, чтобы она смогла донести до нас то, что хотела бы сегодня сказать. Благослови каждого из нас, Господи, чтобы мы могли внять вот эти мысли, эти идеи, главное, следовать им и в своей жизни прославлять Тебя, мой великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 когда втроем так прям мурашки побежали когда за втроем спасибо Господь за этот чудный вообще инструмент за это пророческое действие всех еще раз приветствую очень рада всех видеть много всего произошло и это все очень надеюсь что нам как бы поможет двигаться долго вместе зная о том что у Бога есть что давать людям на расширение на расширение, на развитие на углубление на вхождение в призвание столько всего получено дорогие друзья поэтому нет предела совершенства не заходя в сессионные залы мы с вами взяли тему и очень трудную тему она действительно по-разному подается в собраниях поместных если подается порой ее даже не берут потому что она конфликтная она спорная когда мы говорим о человеческом духе есть такое понимание что человеческий дух покаявшийся человек заключивший завет с Богом это уже обновленное состояние духа а соответственно человек вне завета это мертвый да по преступлениям своим пока еще мертвый духом человек ну и только но у этого есть нюансы и даже из того что мы говорили о функциях человеческого духа понятно что эта тема она не избитая не замусоленная и малознакомая и вот сейчас кто записывал в прошлый раз мы с вами давно на эту тему не говорили уже прошло три занятия кто может вспомнить каковы же функции из чего же состоит человеческий дух что к человеческому духу относится кто помнит записи может быть вам и подскажут но вот кто помнит уже у кого это улеглось в голове что это такое функции человеческого духа для чего человеку дан дух что там в нем находится в человеческом духе можно собирать первая была Алла пожалуйста Алла наш дух связан с духом божьим вот и дух божий в нас пребывает и поэтому мы вадимы духом божьим и получаем в наш дух информацию от духа святого ну это вот то что у меня улеглось то что я помню кто еще как думает Аня Беспалова если кратко то три функции духа как раз мы разбирали в сессионных залах это знание то что Дух знает это совесть которая через Дух да у нас действует и общение с Духом Святым вот о чем Алла говорила отлично отлично это вот именно это я хотела от вас услышать потому что когда мы говорим только про общение с Господом когда мы объединяемся даже с другими людьми мы же тоже духи самое ключевое то что мы говорили то что знает наш Дух а не наш ум знает духовные вещи наш Дух а не наш ум это не свойственно нашему уму знать духовные аспекты это знает Дух человека и так как Бог есть Дух то возрождая человеческий Дух он возрождает все его функции по другому начинает работать все и знания по другому начинают работать и совесть по другому начинает функционировать и самообщение приобретает иное качество это то о чем мы с вами говорили потому что ущерб человеческому Духу от греха он нанесен колоссальный и отсюда искажение вот давайте я скажу одну такую вещь а вы внимательно ее послушайте и потом мы с вами посмотрим про нарушение деятельности Духа после этой фразы вот сейчас просто послушайте внимательно что даже когда личность рождается свыше и восстановлена для живых отношений с Богом через Христа вот мы сейчас говорим про Дух то могут быть аспекты Духа которые нуждаются в корректировке и исцелении вот в чем конфликт порой возникает даже когда личность рождается свыше и восстановлена для живых общений с Богом вот этот процесс уже произошел через Иисуса Христа через его кровь то есть те аспекты в Духе вот мы сейчас об этом сейчас начнем с вами говорить тема непростая дорогие поэтому особое внимание есть аспекты Духа которые нуждаются в коррекции и исцелении давайте вот сейчас на вот эти вот вещи смотреть нарушение деятельности Духа и мы с вами говорили что функции Духа первое это знание знать понимать это функция Духа и мы сказали что знает наш Дух а не ум и вот говоря про это неспособность человеческого Духа к восприятию или нарушение его способности воспринимать вот вспомните себя в самом начале когда мы только-только уверовали мы уверовали и начали читать писание люди говорят я не понимаю кто с этим сталкивался вот я с этим сталкивалась да люди читали писание и говорили я не понимаю но человек уже рожден свыше человек уже покаялся по логике он уже должен понимать писание по логике вещей исходя из того что говорят древнее прошло теперь все новое а что новое дух новый да дух новый но почему же он не понимает и вот давайте с этого начнем нарушена способность и она во времени длилась очень долго и вот мы уже покаялись но она еще в полной мере не восстановлена воспринимать Библию воспринимать писание и это описывается как слепота и глухота духовная слепота и духовная глухота если неверующий он полностью слеп и глух до тех пор пока не соприкасается со святым духом то у верующих это начинается процесс процесс восстановительный процесс у кого-то быстрее у кого-то дольше но очень многие с этим столкнулись что люди читают писание и ничего не понимают душевная слепота давайте сейчас несколько мест из писания или может быть даже вообще вот это вот нарушение понимания я сейчас открою писание мне нравится это место мы его неоднократно читали но посмотрите на него по-новому у меня все время есть желание читать из современного перевода но это дольше потому что я пока тут свои все гаджеты настрою запросы осуществлю поэтому я опять читаю из синода из привычного а душевная или духовная слепота духовная духовная слепота именно духовная да да давайте вот сейчас вот здесь немножко как нарушение понимания я вам прочитаю с первого петра послушайте начну с третьего стиха как глава какая первая глава как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание признавшего нас славою и благостью которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования дабы вы через них соделались причастниками божественного естества достаточно сложный текст это я читаю третье и четверку стихи чтобы подойти ключевому месту еще раз смотрите от божественной силы его от божественной божьей силы нам даровано все потребное для жизни и благочестия и здесь идет описание через это нам дарованы великолепные драгоценные обещания обетования чтобы чтобы через них стали причастниками всего божественного чтобы мы удалялись от господствующего в мире растления похотью это вот третье и четвертые стихи об этом говорят для жизни и благочестия нам даровано все и дальше по тексту если это вас есть и умножается это восьмой стих то вы не останетесь без успеха и плода в познании господа нашего Иисуса Христа смотрите дальше а в ком нет всего тот слеп закрыл глаза забыл об очищении прежних грехов своих разговор идет с верующими людьми и вот этот вот момент как бы момент такого старта чтобы поговорить об этой духовной слепоте и о духовной глухоте давайте немножечко тоже с местами писания места вообще суть вот этого вопроса она непростая давайте вот слепой человек да слепой человек не способный постигать и понимать духовные истины нам в эту сторону сказано что вы не спорьте об этих истинах кто в чем научен тот в том и пребывайте но если у людей жажда поистине и кто-то двинулся дальше и споры духовные они все равно продолжаются давайте вот сюда вот просто порассуждаем человек пытается ухватить истину постичь истинное значение всего того что звучит прикладывает к этому усилия но слепота если слепота не упразднена она к чему приводит я вот вам такой пример расскажу нам на интенсиве пастерском завязали глаза и дали в руки фигуры и мы сидели на ощупь определяли объем конфигурацию когда завязаны глаза когда ты реально не можешь полноценно рассмотреть к чему это может привести конфузу может привести когда снимешь пелену с глаз вдруг увидишь что все выглядит иначе как ты представлял слепота она как раз вот к этим вещам и приводит мы что-то не зная о том что слепы что-то знаем что-то понимаем что-то ощущаем предполагаем и может быть где-то даже уверены в правоте своей но когда слепота исчезает человек начинает видеть ясно он начинает задавать себе тоже вопросы а как же я до этого времени так смотрел почему же я почему я вообще так думала а почему я вообще вот этого не видел и с этими вещами мы тоже сталкивались а как же я читал много раз и этого и этого не видел а как же весь христианский мир до Мартина Лютера держал в руках Писание читал что каждый своею верою жив будет и тем не менее отодвинули Христа признали представителя Бога на земле и кто только этим представителем не был и в христианстве в том числе начиная с Папы Римского и так далее не будем дальше идти туда но вот это духовная слепота люди духовные духовные в Бога верят верят Писание читают читают преломляют через что через собственное мировоззрение и говоря о том что одна из частей духа общаться с Богом вот когда вот это общение нарушается то в жизнь человека приходят аргументы из наших с вами уст вот из этой герозонтали Оля поговорила со мной я поговорила с Аней Аня с Галиной потом мы все вместе посидели с Владимиром обо всем этом поговорили и мы решили что мы согласны во всем и мы ходим в истине а потом в наше сообщество приходит Элла Зайберт и говорит ребята да Папа Римский то он такой же человек как ты и я никакой он не представитель Бога на земле мы все представители если он представитель один Иисус Христос посредник между Богом и человеком и начинается меняться парадигма если человек с этим согласится то произойдет трансформация и слепота исчезнет а если нет то мы вот пятеро согласившихся слепой поведет слепого что-нибудь напридумываем себе не говоря вот говоря уже про эту фигуру которую нам давали в руку и решим что это треугольник или ракета а откроем и окажется что это не треугольник и не ракета а стрела заостренная там какая-нибудь и такого очень много мы порой говорим ну как человек не понимает неужели он не видит очевидных вещей где такие вопросы в церкви такие вопросы бывают дорогие мои очень много этого всего и в церкви в том числе поэтому когда мы с вами разбираем вот этот вопрос ущерб человеческому духу он нанесен и происходит восстановительный период и в нашем духе в том числе хотя древнее прошло теперь все новое и у нас уже есть возможность слышать от духа божьего у нас уже есть возможность общаться с богом мы уже понимаем что нет посредника между богом и человеком мы уже не в таком ослеплении как до времен Мартина Лютера но за каждый восстановительный период заплачена очень высокая цена и нам сейчас тоже говоря об этих вещах есть смысл обновиться умом самим духом ума духом ума потому что у духа оказывается есть духовный ум и это не совпадение духовного ума и физического ума духовный ум духовный я и моя сердцевина то с чего мы начали что все те знания я это прямое интуитивное знание получаемое из личного опыта от непосредственного восприятия наше знание Бога наше принятие духовных истин наше личное переживание Бога приходит путем нашего духа знаний нашего духа и именно это делает нас зрячими духовно и духовно слышащими потому что если идти дальше ребята я не хочу облегчать вашу жизнь это сложная тема но давайте все-таки в ней поваримся немножко неспособность слышать голос Божий это что мы уже говорили о том если спросить каждого из нас каждый ли может сказать про себя что я четко слышу голос Божий или до сих пор есть сомнения и вот эта вот неспособность слышать голос Бога который приносит и откровения и понимания это тоже духовная глухота и слепота и вы знаете таких примеров очень много когда человек пришел в церковь покаялся Бога не слышит ну ладно буду больше молиться больше молиться но Бога продолжает не слышать ну тогда я буду поститься человек поститься но он понимает в сердце своем что он лучше от этого Бога слышать не стал ладно пойду в библейскую школу отучусь может услышу и можно уже целыми собраниями руководить и продолжать не слышать Бога духовная глухота может быть человек ждет что Господь заговорит слышимым образом в уши давайте еще вот такую вещь скажу когда мы с вами имея дух душу и тело мы можем сказать что у каждой нашей составляющей у тела есть свой голос у души есть свой голос и у духа есть свой голос давайте еще вот сюда как мы понимаем что наше тело говорит холодно жарко больно болит не болит вкусно невкусно громко тихо и мы понимаем через вот эти чувства не через эмоции а вот именно вот такие вот чувства то что холодно жарко там и так далее тело наше говорит у него есть и мы его четко слышим когда нам холодно мы одеваемся когда жарко раздеваемся когда голодно едим когда хочется пить пьем это голос нашего тела чувства через чувства наше тело говорит а через что говорит наша душа через что говорит наша душа Размышляем. Есть эмоции? Да, да, да. Есть эмоции. Мы когда-то плачем, когда-то нам обидно. Есть эмоциональная сфера. Мы размышляем о чем-то, размышляем, строим планы. И вот это вот размышление, в большей мере размышление, размышление, это голос нашей души. Когда мы размышляем, как будто голос даже звучит. Надо сделать это, надо пойти туда, сделать вот это, а вот этого не делать. Мы еще такие диалоги ведем с человеком, которого рядом нет, размышляя, что было верно в этих разговорах, что неверно. Мы тоже свою душу слышим. И мы сейчас услышали, что и у духа есть голос. И вот голосом является совесть. Голосом духа является совесть. Она нам тоже что-то говорит. Она говорит, не делай этого. Или подними бумажку. Заходишь в магазин, коврик сбился, поправь. Ну почему я-то буду поправлять? Ну потому что ты властелин этой земли. И ты идешь, ногой там этот коврик поправляешь. А почему я, а не другой? И совесть наша заставляет и бумажки когда-то подобрать, и плачущего ребенка утешить. Хотя очень сильно торопимся, куда-то бежим. К чему разговор? Что через заветное отношение происходит процесс, когда мы становимся более слышащими, более видящими, более понимающими. Нам открываются истины, и все то, что было для нас очень трудно и непонятно, становится понятным, естественным. Когда-то очень даже понятны, а когда-то и вот такие откровения выстреливают. Но мы в самом начале сказали, что когда наносится ущерб человеческому духу через грехопадение, вы видели бессовестных людей, что у него совести нет? У него есть совесть, но с ней что-то произошло, нарушено понимание. Совесть, подверженная компромиссам. Никакой отзывчивости. Заторможено все доброе в человеке. Мы видим таких людей. Из вот этого состояния не на Ать-2 мы становимся духовно чувствительными. Этот процесс в нас открыт, но человек в эту сторону может пойти, а может не пойти. Он спасенный человек? Конечно, спасенный. Конечно, спасенный. Но если не обновляться духом ума, то вот это упал-встал, упал-встал, праведник семь раз упадет, семь раз поднимется. А кто-то семьдесят семь раз упадет, семьдесят семь раз поднимется. Это тоже работа в нас, либо которой мы позволяем быть через Духа Святого, либо не позволяем. Здесь тоже сотрудничество очень серьезное. чтобы обновиться духом нашего ума, чтобы стать более слышащими, чтобы стать более видящими, чтобы понять, как работает совесть. Для чего нам это надо? Если мы с вами этого не поймем, то мы на это и влиять не сможем. Когда человек не понимает, на что влиять, что менять. Я вообще не понимаю, что со мной происходит. Библию читаю, не понимаю. Веришь в Иисуса Христа? Верю. Знаешь, что на крест за тебя пошел? Ну, вроде пошел. А что Писание об этом говорит? Ну, вот читаю, не понимаю. Объясните, а вот это что значит? А вот это что значит? Видели, что люди получают видение, получают пророческое слово, получают сны, и не всегда могут их распаковать. Мы уже получаем, но не понимаем. Опять знание, да? Опять знание, знание, понимание. Но не понимаем. Либо видим, но как очень через тусклое стекло. Совсем отчасти, отчасти. И вообще не знаешь, к чему это пришить, то, что увидел порой. Кто-то слышит, как люди это слышат. Как много людей слышат. Как много людей едет. Почему не я? И это все вот та сфера, о которой мы сегодня говорим. Это, знаете, это нехорошо и неплохо. Мы будем говорить про духовную глухоту. Мы уже полчаса, сейчас пойдем в сессионный зал работать. Почему мы это берем для такого подробного исследования? Есть очевидные вещи, такие как грех. Если он не искуплен, то он всегда притупляет духовные чувства. Если грех не искуплен. И в особенности следует заметить действия вины, непослушания, может быть, где-то ненависти, приносящие очерствение души. Есть такое христианство? Есть такое христианство. Есть среди христиан жесткие конфликты, вплоть до ненависти. И это есть. И мы начинаем потихонечку понимать, как же нам жить в свободе в этих аспектах. Поэтому духовная глухота и духовная слепота и, допустим, нарушение понимания. Раз уж мы взяли сферы духа, знает дух, транслирует совесть и есть еще общение с Господом. И каждая эта часть нуждается в трансформации, в усилении, в обновлении, в дополнительных ресурсах. Может такое быть, что с совестью что-то не то. Что я не делаю, покоя нет. Вот у меня преследует меня чувство вины. И есть смысл поговорить про то, как совесть действует? Есть смысл. А в плане знаний, почему не знал, не знал и вдруг стал понимать. Не понимал, не понимал писание, вдруг стал понимать, что произошло. Я тут же, все ту же Библию читаю. Никакую, ни другую. Еще ни в какой библейской школе не учился. Но стал понимать, что произошло со мной. И вот эти вещи есть смысл, конечно, более детально нам разобрать. Потому что, когда мы говорим, что слепота или глухота, она что-то порождает. Что-то порождает. Люди говорят даже, что у людей мира есть такая компенсация. Если человек слепой, он там чуть ли не каждый шорох, как самое чувствительное животное чувствует. Компенсация идет. Или наоборот, если он и глухой, и слепой, у него обоняние, как у парфюмеров, тончайшее. Как бы Господь и здесь все предусмотрел. Вот даже ковидные вещи. У меня сын сейчас ковидом переболел. И он говорит, ни вкуса, ни запаха. Оказывается, так важно. На сковороде ребятишки баловались, жгут хлеб. Ни мама, ни папа не чувствуют. Там уже дым коромыслом. Только по дыму поняли, что там уже горит все. Не работает ни запах, ни вкус. Это такие важные аспекты у нас, оказывается, в прошивке нашей. И видеть и слышать – это очень важные вещи. Особенно духовные вещи. Особенно духовные вещи. Понимать их, осознавать. Потому что вот эта слепота и глухота, она к чему приводит? Она приводит к лицемерию, приводит к притворству. Все слышат, а я не слышу. Но надо хотя бы притвориться, что слышу. Или все видят, а я не вижу. Но надо как-то хоть что-то поднапрячься, что я тоже вижу. Я понимаю, что тема скучная, сложная. И усыпление может прийти на эту тему. Но есть смысл разжевать. Это твердая пища. Потому что сюда приходит безразличие. Бился-бился человек, ничего не получается. А, как есть, так и есть. Прочитал, писание читаю, читаю. Молюсь, молюсь, пощусь, пощусь. Ну и ладно, нету и нету. Нет и нет такой способности. Но на это может прийти и обман, и искажение. Очень серьезное искажение. Поэтому вот такой акцент, я прям хочу на этом сделать. Очень большой акцент, что даже динамика у Духа, она есть. Хотя уже Дух Божий в нас, хотя Дух Святой учит нас. А зачем бы Он нас учил? Тогда скажите мне. Зачем бы Он нас учил, если с нами уже все аллилуйя? Он придет, научит, что будет учить. И кого Дух учит? Он не Душу учит. Дух учит Дух. А кто научит Душу? Наш Дух научит Душу. Да, дорогие. Но сначала должен быть научен тот, кто должен учить. Правильно, Роза? Сначала Дух должен понимать, что же у него за компоновка такая. Мы говорили, знаете, про совесть, идущую на компромисс. Спасибо, Наташа, что написала, потому что я, вы знаете, я, может быть, даже и не случайно в прошлом году оставила эту тему, потому что она такая прям вот пробуксовочка эта тема, чтобы ее глубоко осознать и понять. Не так вот на вскидку сразу. Древнее прошло, теперь все новое. Ну, все, теперь все новое. Возможность нового есть у всех. Прям есть у всех возможность нового. Но не все туда пойдут. Мы же видим это. Не все туда пойдут. И не каждый захочет каких-то глобальных истин, глобальных откровений. Кто-то довольствуется малым. И мы не в плане осуждения. Мы в плане того, что мы пошли дальше. А зачем нам туда дальше? А почему наш дух так жаждет большего? Почему нам действительно очень сильно хочется с Богом поговорить, прям поговорить, прям на одной волне поговорить? И здесь тоже нужно понять. Обязательно нужно понять, как же Бог с нами говорит-то. Чего же нам ждать? Если мы сказали, что у тела есть голос, что у души есть голос, что у духа есть голос. И как понять, где Бог говорит, а где Он не говорит? И знаете, даже в плане слышания голоса Божьего, у нас же есть Писание, это же Слово Божье. Конечно, Слово Божье. И с этого всегда все начинается. То, когда мы с вами начинаем понимать Писание, это старт, потом появляется внутреннее свидетельство. Вот вроде бы все говорит против. Все говорит за то, что так не поступай. А внутри понимаешь, вот это правильно. Вот какое-то внутреннее свидетельство говорит тебе. Вот изнутри понимаешь, что так надо сделать. Это тоже голос Божий. Вот это внутреннее свидетельство. И это очень спонтанные вещи. Мы так не рассуждаем. И через совесть, конечно, Святой Дух, нашему Духу, через совесть. Но надо посмотреть еще на совесть, чтобы она тоже была в целостном состоянии. Чтобы она тоже не шла на компромиссы, наша совесть. Чтобы она тоже не была прожженной, наша совесть. Потому что если с совестью вот с такой не поработать, иногда люди ходят в таком чувстве вины. Уже добро сделали всему белому свету, а чувство вины не покидает. Уже со всеми вроде помирились, а чувство вины не покидает. Значит, надо посмотреть, что происходит с совестью. Мы на следующий раз поговорим о совести. Но вот я не зря говорю о слышании голоса. Потому что мы говорим о том, что любые наши обучения, они сводятся к тому, чтобы быть в своем призвании, четко слышать голос Божий, иметь взаимоотношение с Богом на глубинном уровне. На глубинном уровне. И вот мы когда говорим, как понять, что Господь говорит, это контекст Писания, что это никак не выбивается из контекста Писания. Что ты понимаешь, что когда ты встал на этот путь, и какое-то дело делаешь, все как будто бы тебе содействует. Как бы везде зеленый свет. А иногда бывает преграда, преграда, преграда. И если смысл остановиться, есть. Если мир в сердце, не останавливайся. А если мира нет, и везде тебе загорается красный цвет, лучше не прорываться через эту завесу. Лучше все-таки разобраться, что происходит. У меня так по внутреннему свидетельству, сестра никогда не попадает в авиакатастрофу. Хотя у нее трижды была такая ситуация, что она должна была сесть на самолет. И этот самолет разбивался. Представляете? Но она в первом случае проспала будильник и рвать и метать не стала. Просто собирается потихонечку, как в обычном режиме. Приезжает их самолет, улетел. Она перерегистрируется на следующий самолет, потом слышит, что он не долетел. Второй вариант был, когда они возвращались с туристической поездки. И задержка суточная. Все нервничают. Все нервничают. Она просто сняла гостиницу и переночевала. Этот самолет тоже, который должен был у них, он полетел из соседнего города. Не долетел до них и не смог их собрать. И там тоже была нехорошая ситуация. И вот третий раз она совсем недавно говорила. Она говорит, я уже знаю. Если что-то меня тормозит, а у меня мир в сердце, прям мир в сердце, я никуда не рвусь, я никуда не тороплюсь, я не подтягиваю никакие дополнительные ресурсы, никакие там дополнительные такси. И вот эту скорость не включаю самую высокую. Я просто живу в обычном и слушаю внутри себя, слушаю, есть ли мир, есть ли мир в моем сердце. Поэтому мы будем слушать и будем смотреть, что понимает наш дух, как реагирует наш дух. Сейчас что мы сделаем? У нас 15 минут. Скажите, пожалуйста, вот из того, о чем мы говорили, понимание, у кого есть четкое свидетельство того, как вы заходили в отношения с Богом и насколько вы сразу стали понимать Писание или когда оно вам открылось. Вот свидетельство об этом, про совесть, как совесть с вами разговаривает. И вот эти вот отношения с Богом, как вы понимаете, что это духовная сфера, насколько согласие, вот эти три составляющих, которые мы взяли, говоря про дух человека, дух знает. Вот несколько свидетельств сюда. Кто может вспомнить себя на старте, хотя мы все уже такой путь прошли с Богом. Но не все, не буду говорить, что все, многие, скажем так. У кого сразу Писание открылось? Вот прям раз и все. Мне, можно я скажу? Да, Галя, да. Я получила крещение Духом Святым сразу после покаяния. И Слово Божие я начинала читать еще раньше, до прихода в церковь. И, вы знаете, оно просто сразу начало настолько быть мне близким и приводило меня в такой восторг, что когда люди мне говорили, откуда ты это знаешь, я просто была удивлена, почему они этого не понимают. Ну, это произошло вот сразу. Потому что было погружение сразу с даром. Да, хорошо. А у кого было иначе? А вот у кого было иначе? Вот не дается Писание, все читаю, как не пойми что. У кого вот так вот было? У меня так. Так, Света, и у меня так, кстати. Я до сих пор, ну, некоторые вещи я не могу понять. Но у меня, скорее всего, вот, да, вот Дух, он меня заставляет. Он прям меня заставляет. Нужно читать. Я вот понимаю, иногда даже не бывает, не хочется. Но я понимаю, что мне нужно. И не то, что какое-то желание, а вот изнутри. Вот такое у меня состояние. Я понимаю, что нужно читать. А вот этому желанию, Светлана, вы подчиняетесь, что нужно и пошли? Да, да. Ну, иногда откладываю на некоторое время. Я имею в виду там по времени. 15, 20, полчаса время. Ну, иду, читаю. Да, потом получаю такое вот удовлетворение, что я сделала. Я хочу еще спросить. Изнутри. Да, мы читаем Писание и понимаем, И когда произошел у кого переключатель, что вся эта Библия мне и обо мне. У кого вот такое вот понимание? Начиная с Эдемского сада и так далее, это все я, везде я, Исфирь я, Даниил я, Дебора я, Ева я и так далее, и так далее. Кто вот так вот сейчас Писание читает? Я так читаю. Чувствуете, да? Это уже другой уровень. Я так читаю. Да, да, Элла. Да, это уже другой уровень принятия Писания. А сначала мы читали ее как историческую книгу. Что-то там, да. Я раньше сидела над обетованиями и плакала. Господь, расширь мои глаза, чтобы они лучше видели. Расширь мое сердце, чтобы она понимала. Господь, ну вот я прочитала 10 раз. Ну почему я ни слова не понимаю? И начинала плакать, и на колени падала. Вот оно. А сейчас наизусть их знаю. Да, да. Это тоже, вот мы дух напитали, мы его накачали. Когда мы заходили в апостольско-пророческий центр, я получила вот этот вот символ, чаша с молитвами святых и хвала. Но я читала это множество раз и никогда не брала это как откровение для себя. В двух руках, в одном хвала, другой молитва. И это благоухание перед лицом Бога, это всегда перед лицом Бога. Сколько раз я это прочла? И на какой-то там, я не знаю, десятый, двадцатый, тридцатый раз это стало откровением вообще для того, чтобы создать центр апостольско-пророческий. Старт. И я думаю, очень многие могут сказать, что пришло какое-то прям вообще озарение. Не просто понимание, а озарение. Вот как Алла говорит, что теперь читаю это, это все обо мне. Я та Ева, которая соблазнилась. Я та, которая шла по этой жизни и думала, то ли со мной Бог, то ли не со мной Бог. Я та, которая потерпела кораблекрушение в этом море, где Ной плавал на ковчеге. И вроде бы как один во всем белом свете. А есть еще такие. Вообще хоть кто-то тебя встретит в этом мире, чтобы он понимал тебя. И потом дальше, дальше, и каждый персонаж. И Давид, царь, помазали царя-пастуха, обратно убежал. Какой царь? И ты тоже принимаешь помазание. Какое помазание? Что с этим делать вообще? Куда с этим царством бежать? Тот же самый Давид обратно вернулся и стал пасти овец. До времени. До времени. И вот когда читаешь все это про себя, я понимаю, Алла, теперь вас. Насколько это касается. Это Бог писал книгу обо мне. И так может сказать каждый. Любого персонажа берите. И мы найдем себя в этом персонаже на определенном этапе. Появляются другие знания. Поднимается другое понимание. И мы уже те, которые могут понимать друг друга в этой связи. И то, что для этого мира сейчас кажется безумием. Многие христиане сейчас, они, конечно, начнут говорить, что и Библия вся про них от корки до корки. Скажи кому-нибудь. Вот просто подойдите к неверующим человеку. Хочешь книгу почитать? Бог написал обо мне книгу. Скажешь, ну плачет по тебе одно лечебное заведение. Потому что они-то тоже знают Библию. Они-то ее тоже знают. Они ее тоже цитируют. Но мы уже с вами говорили, что и голливудский актер может прочитать более помазанно, более ярко, более выразительно. С актерской раскладкой, более талантливо. Но на этом не будет помазания, это не будет касаться. Так, как прочитает кто-нибудь из нас с запинкой, со слезами на глазах. Помазание от Бога. И Бог вот распечатывает вот эти сферы, сферы духа для нас, чтобы мы тоже понимали, что дух наш, он тоже накачивается, он тоже растет, он тоже расширяется, его вместилище тоже меняется. И мы меняемся, трансформируемся. И в сфере духа в том числе. Дорогие, мы будем сейчас уже... Давайте еще немножечко поговорим. У нас есть 7 минут, я не буду продолжать дальше. Скажите, что... Ольга Петровна, секунду, можно, если я еще не взаимовремя... А вот вы что-то начали говорить, а душу учит-то кто? Разум, вот, ну, по идее, это из головы же, или как, вот эти эмоции-то? Да, надо менять, ну, мышление, да? А кто ответит? Кто учит душу? Да, вот что я... Мы отвечали на этот вопрос. Кто? Дух учит. Дух учит. А как он ее учит? Может кто-то сказать? А через совесть, по-моему, дух учит. Через совесть. Если учим дух, а душу... Мы говорим сейчас, Таня, про душу. Душу. Учит дух. А как он ее учит? Переживаниями. Эмоциями. А переживания это что? Это душа или дух? Душа. А нам надо душу научить. Ее учит дух. Как оно ее учит? Через размышления, может быть? Через понимание каких-то мыслей. А, не размышления, понимания. И кто еще сказал? Можно я? Знание, которое получает дух, вот через эти знания учит душу. Спасибо. Роза, еще кто как думает? Самое сильное, это через откровение Духа Святого, через встречу с Богом. Услышала, да? Лена, вы услышали, Вадим, что сказал? Нечетко. Через откровение и вот что-то... Через откровение Духа Святого и через личную встречу с Богом. Еще какие мнения? Как вот наша душа обновляется? Может, через молитву? Принятие слов. Словом Божиим. Через откровение Господне. Через покаяние. Вот чувствуете, мы тоже в каких-то вещах сейчас, вот мы будем дальше идти, я не буду сейчас никому давать правильный ответ, потому что много правильного прозвучало, очень много, и правильно делайте, что рассуждаете, потому что мы когда на прошлой площадке задали вопрос, а какие сезоны восстановительные есть у Господа, восстановительные сезоны, и люди стали говорить про пробуждение на Азо, застреет там и так далее, а вопрос-то был, сезоны восстановительные. И мы пришли к истокам, к истокам были времена тьмы, и начинается с Мартина Лютера протестантское движение, потом пятидесятническое движение, восстанавливаются дары, потом харизматическое движение, потом пророческое, потом апостольское, будет движение всех святых, и это не про пробуждение. Так и здесь, когда мы сейчас с вами говорим о душушек, душу-то кто учит, кто ее-то научит? Дух учит Дух Святой. А душу кто учит? И правильные ответы звучали. И спасибо Лене за этот вопрос. Вот мы сейчас, когда посмотрим, то как же все-таки функционирует человеческий дух в ее составе, что-то может быть искажено, и что-то можно поправить, и как это выглядит, чтобы мы тоже это видели, прям видели. А что же со мной это вообще происходит? Почему же я постоянно испытываю чувство вины? Я вроде ни перед кем не виновата, никому плохого ничего не сделала. Почему чувство вины меня не покидает? Вот когда мы эти вещи с вами обговорим, нам будет понятно, как душа принимает обновление. Слава Богу. Пятьдесят семь минут. Пятьдесят семь минут. Дорогие, у кого еще есть свидетельство? Как вы понимали слово? Как вы ощущаете голос духа? Потому что голос тела, оказывается, мы распознаем легко. Кто не понимает голос тела холодно-жарко? Все понимают. Кто не понимает голос тела есть хочу или не хочу? Все понимают. А болит или не болит? Все понимают. Да и душа тоже. Хорошо или плохо мне сейчас? Мы все понимаем. Как бы мы с вами там маску не одевали какую-нибудь, что мне сейчас хорошо. Если кошки скребут, ничем не спрячешь. Мы проводили один такой эксперимент, когда внутри говоришь про человека плохо, а на лице изображаешь, ну, я не знаю, улыбку в 32 зуба и принятие его на все 100%, что человек считывает. И вы знаете, как ни крути, как ни улыбайся, вот этот внутренний диалог человек-то и поймает. Нет, дорогой человек, ко мне ты относишься плохо. Хоть ты мне сейчас улыбаешься, хоть ты меня сейчас и обнимаешь, хоть ты мне и говоришь сейчас добрые слова, а на самом деле-то по отношению ко мне у тебя черные мысли. И это знает опять наш дух. Это все вот отсюда. Хорошо. Хорошо. Мы плавно перешли из учебного плана в осознание себя, где вот в этой части я, что я понимаю, что я ощущаю. Я тоже вспоминаю это время, когда я еще неверующая попыталась читать Библию. Кто это читает? Еще главное открыла на таких местах. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бога. Но сначала было у Бога, и ничего без него не начало быть, что начало быть. Думаю, кто это читает вообще? И как это вообще можно читать? Было, стало, у Бога, не у Бога. Слово, что за вообще? Неужели нормальным языком нельзя было все это вот написать? Оказывается, все написано более чем нормальным языком. Чуть-чуть надо было просто подождать. Хорошо, дорогие, давайте мы помолимся. Спасибо вам огромное за терпение, потому что тема действительно, ну, кудрявая. Кудрявая тема, и мы в нее вошли, и мы ее все-таки возьмем. Эту вершину мы точно возьмем. А сейчас давайте мы с вами помолимся. Я попрошу, Роза, вас включите микрофон, помолитесь, благословите нас и распустите. Господь и Бог, Отец Небесный, спасибо Тебе, что мы вновь собрались, что Ольга Петровна с нами. Благодарю, Господь. И вот эта тема, которая для меня очень важная, мне кажется, это и есть вершина айсберга. Господь, благослови, чтобы мы это поняли и положили на сердце. Спасибо Тебе за наше общение. Благослови нас всех, чтобы мы это все понимали, приняли. И распусти нас с миром. И благослови нас, чтобы мы жили в мире, в покое, в принятии Божьих, в молитвах, в общении с Тобой. И понимали то, что Ты нам хочешь сказать. Спасибо Тебе, Господи. Аминь. 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 Очень люблю и ценю. И мы любим. Спасибо большое. Спасибо. Это красавление. Има вообще, вообще, очень, очень.